привет всем всем привет это победе админа конкурс такой у нас есть от группы в к сегодня для вас буду комментировать я антон чирский и тик мой напарник ваня редпепера показывать максим бризе привет ваня привет чертик привет зрители дальше у нас будет еще бой кланова тандема но у нас я так понимаю сегодня по по пригласам этому ну да большое количество человек зашло но не все не вся команда поэтому точно уже по пригласам понятно я это еще определю потому что у нас какое-то убер маленькое звание наказать обычно такие не успевают зайти вот это вот красная звездочка и галочка я мир ок я мир ок наверное да все мы увидим сегодня конечно кики эти замечательные как ребята вылетают из-за того что заходят нечестным образом ну карта у нас вообще чернобыль карта такая непростая наверное для помощников быстрее чем для игроков если бы игроки конечно были генус ну звание тут достаточно больших много и поэтому думаю будет не так сложно как например в прошлый раз где мы видели две легенды всего лишь это был простор там еще сложнее было забер убивать админа ну вот мы видим в мир ок у него звание до лучка со звездой какой-то еврейтор там что такое вот и он на вас пожигем 0 парню не просто проехать тысячу мин да и без вопросов рванет значит подрубит левитация но другое дело что не убьет конечно а кстати надо сегодня убить у нас достроя где-то там полхэпы ему только что сняли ты заметил полхэпы кто ему там снял интерес посмотреть косатка вот косатка на викингом она спряталась прям смотри где спряталась за домиком там надо показать наверное ничего себе но пас на дестройеру то там есть еще доширак на магнуме м3 который также будет стрелять по дестрой и печенье 004 есть также на магнуме ну в общем то есть кто может убить достроя особенно если они вместе дадут свой залп выстрелов лунная девочка как всегда ничего удивительного да минус энное количество мин приветствуется на карте посмотрим сколько сгорит она немного толкает да 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 ломбирка хочет ее спасти но тут алекса спешит со своей смокой м0 и сейчас будет просто бить лунную девочку да она сгорает и почему-то мин не пропал видимо заранее подвидев такое снижение обстоятельств она решила не ставить в целом логичный ход на у нас эти сзади пробирается ротари да ну чуть-чуть игроков можно представить или помощников давай игроков я представлю хотя бы часть которую сейчас на карте у нас и которую пока не кикнули это даширак алекса 445 фукс фокс касатка 333 ротари да ну печенье 004 банзе пьюа мастер саш саш но это 22 мистер влад play и я мир ок да поможни кириллу пломбирка шут и импровизор лунная девочка мистер из пропана skype константин киса киса дестрой его сегодня надо будет убить леди шорох и антон беловодский ну мирок уже негодует даю сценарий как вас победить в целом я с ним абсолютно согласен как же победить людей которые нарят вообще непонятно кстати на мультах вообще-то очень часто нет наоборот очень мало нареков в основном это те игроки которые с легенды перешли поиграть на и фрейтера какого-то ну по крайней мере я помню играл на мульте я особо много нарных и убер прокачанных танков я не видел антоша как ты думаешь играл на мульте хоть раз видел там прокачанный да встречаются такие индивидуумы которых там все фу прокачка и прям не знаешь как их убить но они один на команду скорее чем большое количество хотя я знаю есть такие у нас ребята которые любят играть не на своих аккаунтах основных например на бесконечном множестве мультов с разными званиями где у них конечно все прокачано ведь они там постоянно играют но это не очень интересно на самом деле это конечно прикольно это пора до времени типа ездить всех убивать но потом надоедает я думаю по истечению времени интереснее качаться наверное так как есть ну скорее всего я не уверен конечно но леди шорох выдвинулась на респы красной команды не давая им спокойно прицелиться по дострою ну и теперь целом там еще мистерию спарпана есть который на своей жиге всех жжет и антон беловодский на громе да к сожалению ребята со всеми многими пока что не очень так справляются бить дестрой ну вот кстати в чем еще простота этого конкурса в этот раз потому что дестрой нас не защищен от магнова вообще нет никак он был резист и но это значит что всего надо три выстрела ддшного магнума и дострой умрет кстати тут без мпк еще к тому же по крайней мере когда заходил битва микро прокачка не не видел и доширак уже встал в позу и ну залез под достроен на печенье печенье ребятам бы еще чуть попадать константин тоже дула свою выставил с пломбиркой да у нас вообще битва магнумов орех ты слышишь ты посмотри эту битву обязательно и скажи что парамагнум немножко пофиксить перекрутить там пару болтов на урон точно это уже давно пора сделать но я понимаю пока чтим или не будет на основных серверах то балансом игры никто заниматься не будет поэтому оставим это как есть бланка в рандоме то все равно не играю почти по настроению на просто после последних скидок которые были у нас на хэллоуин количество магнумов увеличилось и понимаешь вот все больше тенденция их вообще не качают то есть я все как езжу там вижу вокруг магнумы бьют меня прям другое слово хочется напрасить напрашивается да не бьют там другое и они 00 прокачки то есть 0 из 20 шагов у них прокачано и они просто разрывают твой танк в дребезги вот такие ребята и ты просто знаешь там идешь и печалишься где строго кстати 0 хп было еще бы один магнум там бешеный выдать четкие все и мы бы очень быстро провели бы победе админа но как бы пушка за планировалось как артиллерия в другой танковой игре примерно но и проблема в том что артиллерия насколько я помню она не может быстро передвигаться по карте держать до каких-то мест а вот магнум может и поэтому в основном все играют на нем как на громе или как на смоке но не как на магнуме да план кто-кто защищить дистрою у нас картинка прекрасная танки работают стабильно у нас с антоши танки не зависли когда заходишь в битву во время хэллоуина многие читали молитву вот чтобы зайти я считаю это правильно было ванна 3 считаешь я тоже наверно что такое читал хорошо бы если друзья открывались у нас быстро вот это было бы замечательно тем временем дестройера все дамажит ну по чуть-чуть организованно залпа нету пока что у нас магнум не там хватает магнумов которые в теории могут убить достроя если захотят ну в принципе то да вот печенье стоит его как бы чуть-чуть бьют ну и избили по моему там надо три магнума одновременно попасть чтобы не было шансов у изида к отхилить дестроя как-то вот сейчас там эмиль и печенье встали и настреливают вот пол хп пол хп остается один еще разок эмиль эмиль ты должен это сделать так а где мина слетела слетела мина он без зиды без аптеки парни давайте ребята я вас верю еще магнума магнума то что же у него аптек то ух ты снизу доширак и колны о эмиль сделал свое дело форма кстати ребята у нас часть уже гуляла поэтому стоит заполнить и супер все теперь посыпаться гоники красавцы парень доширак конечно снизу зарешал просто ага да действительно круто очень круто отыграли ребята но видишь когда помнишь только вели магнум мы все говорили что ты имбалансная пушка будет на победе админа я уж точно есть все научиться на ней играть ну и собственно вот пожалуйста в виде админовый идет буквально 10 минут и уже нет админа в целом магнум решает ситуацию очень быстро особенно когда их 3d4 на карте а может даже 5 ну это понимаешь чернобыль они вверху стоят и ясно наверно всем что долго долго админа не сможет удержаться рано или поздно магнум разделит разделают его как мяско на тишине было бы тяжелее конечно бить хотя ну да на тишине просто прицелиться было бы тяжелее один голди но кстати внизу я мирок тут находится с ротару ну скорее всего мирка слили и ротару сейчас уже не успеет слить да и голди появится нас подниться отлично ротари забирать 1 годик настоящий голдопад у нас на карте может еще игроки начнут скидывать еще берет у нас имели ширак мазепа один должен забирать неужели я мерку все-таки какой-нибудь годик тогда станет да молодец парень не зря зашел с его отозванием позвали бы не зря повезло но тут нам написали что еще надо будет убить пломбирку да если конкурс продолжается у нас между прочим надо убить теперь пломбирочку и вы получите еще сброшенные 10 голдов бэби у нас тем временем на карте появляется по моему он его здесь не было насколько я видел раньше неужели он по пригласу пришел ну ссылка по-любому была слита в чат поэтому тут дело такое на голды зашел интересно почему его не кикнули до сих пор но это на совести конечно наших помощников не ну пломбирку чуть тяжелее достать он расположен в таком месте не как дострой в общем и ну извини на попасть тяжелее снизу можно расстрелять и что там прострелил целая дыра здоровенная а а да да можно все доставить что внизу и пошел на ее бесконечно у него резист благо от магнума есть да поэтому пломбирку будет вдвойне тяжелее убить все здесь там от магнума то но посмотрим я думаю что это потяжелее будет сделать в случае еще на минутах как 20 это понимаю но мина главное нет вот по крайней мере справа от красной базы там вообще чистый подъем можно свободно передвигаться по верху а вот слева мостик да заминируем прилично конечно еще печенье он забрал золотой на алексу который сверху со своей смокой хвост почти приехал теперь бы смогу разобрать титаном м3 ну побить чуть-чуть лунную девочку он смог кстати тема у нас осан прорывается мистер влад плей то есть справа вообще проход открыт полностью и лишь единственная лунная девочка здесь становится на пути ну вообще-то действительно там не проблема ехать до пломбирки теперь убить такое дело что константин есть на магнуме который разобрался с этой ситуацией да и у пломбирки между прочим есть резисток у нас молотка ребята едут на молотках на молотках на чем еще и на магнумах минок то еще на этом подъеме большое количество бокал скилла забирает ящик по-моему он и скинул его ну бокал скилла да сбросил золотой ящик и взял его собственно ничего не потеряв надо ехать вот открыт же проходит поехали приехали убили пломбирку и на этом закончили какие-то проблемы доширак вот пытается снизу все еще подстрелить хотя на самом деле по мне так лучше позиция была бы если бы он заехал наверх и вот там вот справа бы пробовал так он пока как-то не очень у него получается попадать и пломбирку куда-то ехал а пломбирка пыль хотят леди шорох у нас слить до забирать нас леди шорох голдик печально чуть-чуть не заметила на видать его у них тебя за 10 не трое перепутал а встал пломбирка теперь на позицию достроя ну и теперь в целом должно игрокам стать попроще только вот резист есть от магнума пломбирки это единственный минус а зато теперь можно справа заехать там минок не осталось и можно даже спокойно оттуда отстрелять пломбирку вот здесь будет переход с ним лечить становится все тяжелее его так собрана быстро не уедешь на пример если они не принадлежат конечно волгином прорываются смотреть там армии игроков просто поэтому в мосту особенно так как процент диктатор молот но это расстреляет в спину ну кстати в принципе то можно там проехать чуть чуть но корпус широкий и принципе по центру должен диктатор проявить сколько понимаю у пломбирки когда кстати его сейчас бы попасть по нему неплохо попадает надо еще пару выстрелов на овердрайв проютов пломбирка и еще нужно попасть немножко совсем осталось немного не выходит пока но справа кд у импровизора и леди шорох леди шорох убили импровизор там остался вот тоже скорее все убьют и будут прорываться наши игроки я так подозреваю да он приехал легкая легкая езида шот попытается кстати мин так уже на подъеме сейчас убили у нас кого убили я забыл в общем слизь теперь их очень мало и можно теперь по правому подъему пытаться ездить конечно не на васпах сначала надо обезвредить их например толстым корпусом с названием диктатор там константин я так понимаю убили да да наверно все таки не подожди кого там с ленипров или импровизора с леди импровизора были минки мазапа юа забрал голдик чем мы его и поздравляем красавчик наверное форма кстати у нас в чате поэтому не забывайте заполнять ее ребята могут еще 10 ладов получить но пока что у них не получается пломбирку им надо убить да теперь достроя не убили получили свои 10 золотых ящиков теперь надо убить пломбирку за него не так же получит 10 золотых ящиков только вот осталось доехать до него или хотя бы попасть по нему пару-тройку раз у него сейчас нету дашки поэтому три попадания магнума его убьет по нему попадать бы еще ну да пока не попадают это единственная проблема у игроков я мирок прорывается смотри парень прорвался с жигой таджики резист этого пломбирки нет но лунная девочка снова наверное его заметите будет сливать мистер влад еще есть тихо 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 ну лунненько мими рук так удачно он ехал конечно алекс кстати или ну да алекс я думаю взяла золотой ящик то есть мы ее и поздравляем я думаю это не алекс раз написано александр девушка или парень с какими-то странными уклонностями не в ту сторону все-таки скорее всего девушка не факт конечно но пока с пломбиркой туго у наших игроков с достроем явно было побыстрее и попроще я так понимаю минки которые остались это минки как раз пломбирки хотя это вообще не факт возможно это чьи-то другие минки кису киса например но по моему ее уже убивали ну да интересно че это может тогда константина все-таки не константина тоже убивали но либо пломбирку еще ни одного раза не убили то что в табе это делит в других вариантах я особо там в табе не увидел доширак внизу кстати у нас пытается слить на пломбирку попасть бы еще но по дошираку тоже там стреляют и тяжеловато ему приходится и миль там тоже нашел для себя точку откуда можно пострелять еще мастер саш приезжает на зарубу зевс расил еще присоединился к нам на карте его также не было ох как дамажит ребят наконец-то магнумизу решили убить две езиды и и пломбирка это это мощно надо два раза нет резистов у них кстати от магнума у кисы 20 . ну и зид там да можно убить а с пломбиркой тяжелее немного разыграемые промокоды после этой трансляции после следующей тоже я так понимаю а здесь все силы я так понимаю пишет координаты на которых находится пломбирка меня он пишет угол был пушки и силу силу в которую надо стрелять 28 балансов и 25-30 его удара процентов а сейчас когда у помощников надо бы зарядить по ним ну а туда непровизор приехал и не дает так просто игрокам стрелять ротари сзади кстати прорывается у нас но тут подскочил рио даже бета опасно а я мирок тут он поехал бедный вас пожил еще папа сорок день и 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 То есть, ничего интересного не произошло, пока вы не видели... У меня серию с пропаном в минус единственное, что лежит и все. По полу хп у нас у изи, три изи, конечно, теперь с пломбиркой, решили оберегаться вообще полнейшим образом. Ну и вообще неплохо сейчас, Бакал Скила, Папа и Мазепа у АА заезжают, могут они, в принципе, попробовать пить пломбирку. Ну и вообще, пломбирка сейчас в доступности находится, его легко можно достать. Однако, есть проблема в том, что пять корпусов-помощников сейчас развлекают респы противника, и из-за этого некому убивать пломбирку. Вообще, это глупость какая-то, делать конкурс победе админа, и ехать сажать с респа на респ игроков, которые заходят это делать. Это очень странно, если, тем более, помощники делают звание от Ефрейтера до Легенды, то это звание странно. Если, вот, надо тогда делать звание от Генералиссимуса, или от Маршалла, вроде доступная модификация М3, от Маршалла надо сделать, если наши помощники так любят стрелять и убивать игроков, делаешь от Маршалла, против тебя заходят фулл-стак М4 корпусов, и ты можешь, в принципе, ехать и пытаться их убивать в спа на респ, а то так получается, что наши дорогие помощники набивают себе УП, Ну, а пломбирку нашего любимого админа, им, конечно, тяжело убивать из-за этого игрокам. Может, нас кто-то слушает? И я с тобой полностью согласен. Так, Гюджет когда-то писал, что нечестно, когда против вас заходят ефрейтеры, и вы их сажаете с спа на респ, это какой-то не слишком честный конкурс получается. Но пломбирка уже вниз приехал, и его, казалось бы, можно легко убить, но там вот есть дестрой, который не выпускает с спа игроков. Ну, и пломбирка жив. Фладжигон подставляется, скорее всего, он вот сейчас его убью, да, убивает его, убивает Кемала-сан со своей Жигой, и 10 голдов сейчас упадет на карту. Перекричевал я потихоньку на YouTube наш любимый, сейчас мы посмотрим, кто заберет голды. Да, первые голдики упали, первый забирает Нонзерсова синий. И 5 голдов сверху, даже 6, 6 голдов у нас находится сверху. Кто сюда приедет, наверное, все и заберет. Это Мазепа едет сюда, и он, наверное, все и заберет. Хотя тут есть дестройер, который хочет не дать ему это сделать. Ну, Мазепа и так забрал золотых ящиков, но я так понимаю, это не предел. Он забирает шестой, седьмой. Если бы поехал дальше, забрал бы... О, глупо, Мазепа. Да, 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 он как-то глупо поступил. Там вообще дестройера можно было слить. Там свободный проезд был, но, к сожалению... Кстати, кто заберет бокал, наверное, скилла один заберет. Да, это все. Вообще, Мазепа мог забрать 11 золотых ящиков, в теории. Если бы просто поехал прямо. Но зачем ты решил свернуть и упасть в минус? Там 6 золотых, и вот было наверху, но он решил поскиловать. Да, обидно, наверное, ему было. Ну, а там других игроков мы тоже поздравляем. Я так понимаю, мы можем сразу перейти к розыгрышу, так как форма у нас была минут 15 в чатике. Я думаю, все, кто хотел, уже отписали.